Титов попросит Путина разрешить сбежавшим бизнесменам вернуться. Два дефис три минуты. Три часа пятьдесят восемь минут. Шестое декабря 2017 года. Обновлено, одиннадцать часов пятьдесят три минуты шестое декабря 2017 года. Девяносто одна тысяча триста тринадцать. Шестьдесят девять. Восемьсот двенадцать. Москва, шесть дек, РИА Новости. Бизнесомбудсмен Борис Титов готовит для президента Владимира Путина список российских предпринимателей, скрывающихся в Лондоне от правосудия, и попросит разрешить им вернуться на родину при условии возмещения нанесенного ущерба. Об этом он рассказал РИА Новости. Как заявил Титов, институт уполномоченного занимается проблемами розыска и уголовного преследования бизнесменов и сейчас хочет начать диалог с властью. По словам омбудсмена, участвуя в бизнес-форуме в Лондоне, он общался с российскими предпринимателями, которых разыскивает Интерпол из-за уголовного преследования на родине. Они нормальные ребята, но находятся часто в розыске через Интерпол, потому что на них возбуждено уголовное дело в России, сказал Титов. Он отметил, что те, кто уехал, лишь не хотели попасть в СИЗО, и это является, наверное, их единственным грехом. По словам омбудсмена, после анализа жалоб предпринимателей он намерен обратиться к президенту с просьбой решить вопрос, пофамильно. Кроме того, Титов намерен ходатайствовать об исключении опальных предпринимателей из списка Интерпола, а также разрешить им вернуться в страну при условии возмещения предполагаемого ущерба, который они могли нанести. При этом Титов выразил мнение, что многие из сбежавших предпринимателей, вряд ли что-то нарушили. Кто это может быть? Между Россией и Великобританией отсутствует соглашение о взаимной правовой помощи по уголовным делам, поэтому часто запросы российских правоохранителей игнорируются, а решения судов не исполняются. Среди сбежавших в Великобританию предпринимателей, экс-владелец, Евросети, Евгений Чичваркин, который проходит в России по делу о похищении экспедитора, а также бывший глава Банка Москвы миллиардер Андрей Бородин, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере, экс-президент НПО «Космос» Андрей Черников, основатель Межпромбанка Сергей Пугачев, бывший гендиректор «Вымпелкома» Михаил Слободин, бывший владелец Инкредитбанка и СТБ банка Герман Горбунцов. КОНЕЦ КОНЕЦ